Новосибирцы обменяли больше 120 килограммов пластиковых крышечек и использованных батареек на мороженое и конфеты. Экологическую акцию устроили на площади Ленина. Когда будет следующее, узнал Вячеслав Горчаков. В эко-мобиле на площади Ленина все меньше сладостей и все больше вторсырья. Сбор только стартовал, а на весах уже дюжина килограммов мусора. Многих взрослых прибили дети. В детском саду была проведена акция. Детей это затянуло. И вот уже два года мы собираем крышечки. Мы успеваем сдавать и в садик, и накапываем такое количество, что приносим, еще и дополнительно сдаем. В разгар лета участников экологической акции заметно меньше, чем весной. Но каждый приходит с увесистым пакетом, заполненным доверху пластиковыми крышечками и использованными батарейками. Обычно за батарейки дают конфеты, за крышечки мороженое. Но самым активным – обменять. Ценные сырье могут и по более выгодному курсу. Батарейки тоже будем на мороженое менять? Или на конфеты? Когда только первый день это проходило 22 апреля, то тогда были целые очереди граждан. Они копили всю зиму, ждали это акции с нетерпением. А сейчас лето, все расслабились, но мороженое хочется многим. Вот и в этот раз собрали 90 килограммов пластиковых крышек и больше 120 килограммов использованных батареек. Все это отвезет на утилизацию муниципальное предприятие спецавтохозяйства. Причем перерабатывают отходы здесь же, в Новосибирске. У нас единственный за Уралом регион, где в полной мере осуществляется утилизация и ртутных ламп, и батареек. Больше за Уралом такого региона ни одного нет. До конца лета пройдут еще три акции. Ближайшая будет 27 июля с 3 до 5 часов. Вячеслав Горчаков, Александр Потенихин, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Данил Смирнов. Новосибирск. Новосибирск.